12 сентября десятки верующих традиционно собираются возле Свято-Михайловского кафедрального собора, чтобы с молитвами проводить икону Божьей Матери Юровичской Милосердной в ее родную обитель, в собор Рождества Богородицы в Юровичах. Я каждый год посещаю этот крестный ход и считаю, что это должны сделать все христиане, потому что Божья Мать защищает нас, нашу землю, наших детей. Чтобы получить благодать от Пресвятой Девы. Это такое большое событие для нас. Мы целый год ждем, когда Юровичскую икону нам принесут чудотворную. И мы помолимся и попросим благодать за себя, за всех родных и близких, за всех людей мира. Колонну возглавляют священнослужители со всей епархии. Среди верующих выделяются подростки в форме. Это кадеты. Каждый год они принимают участие в шествии. Патриотическое воспитание и духовность неразрывно связаны. Я с бабушкой и мамой хожу в церковь. Ну, во-первых, это хорошо, поставить свечки. У нас верующая семья. Мы ходим на Пасху. На каждые праздники мы ходим в церковь. Ну, крестимся, конечно же, молитву слушаем. Мы ходим на каждые праздники, на Пасху, на все остальные верующие праздники. Образ Божьей Матери Юровичской Милосердной почитают как православные, так и католики. Оригинал ранее увезли в Краков, там он и сейчас, а копия, которой передалась чудотворная сила, долгое время была утеряна. Образ нашли в подвале монастыря только в 2006-м. Долго реставрировали и вернули туда, где он должен находиться. С тех пор ежегодно совершается крестный ход по маршруту Мозырь Юровича. У паломников есть возможность остаться на ночь в монастыре, отведать местную трапезу и поучаствовать в торжественных богослужениях. Считается, что образ Божьей Матери Юровичской Милосердной не одно столетие покровительствует Полесью. Крестный ход – это возможность пронести икону по родной земле с молитвой о заступничестве.